Друзья, всем привет! Сегодня у меня новое приобретение. Это зебровые амадины. Сейчас я вам покажу этих чудесных птичек, немножечко расскажу, как кормить, как содержать, но в дальнейшем будут новые истории про этих замечательных птичек. Приятного просмотра! Перед вами клетка-переноска. Я считаю это очень важно, очень главное заострить внимание на таких клетках, потому как сейчас лето у нас и очень удобно птиц транспортировать с рынка, с базара, с магазина, вот в таких клетках. Клетка полностью проветривается. Здесь есть жердочка, жердочку можно поставить поперек, можно в длину поставить и поилка, что очень важно в летнее время. То есть в машине даже если вы едете, здесь допустим, я в этой клетке вез зебровых амадин. Вот следы, тут они сидели, кушали, корм был. Ну и сейчас, собственно, зебровых амадин покажу. Такие клеточки, кого интересуют, обращайтесь по номеру телефона 8-928-231-6107. Я вам сделаю, вышлю почтой, клетка доедет целенько. Переносочка такая, вместе с кормушкой и поилочкой. Но тут кормушки нет, а я вам положу кормушечку, будет в подарок. Чтобы птица у вас не с пола ела, такие чашечки, сейчас покажу, что это чашечка. Вот так вот сдалека выглядят мои новые пернатые питомцы. Вот видите, тоже здесь поилочка становится. И вот такая кормушка будет в подарок, кому надо переноску. Если кому-то надо клетку вот подобного вида, можно и клетку высвать. Есть новые клетки, это у меня уже клетка ветеран, в ней, наверное, лет 5. Вот кормушка. Значит, что касается корма для зебр и хамагин. В основном питание у этих птичек, это идет желтая проса. Шурепку хорошо кушает, магар, чумизу, канавеечное семя. Сейчас они не сядутся, но удобнее. Как отличить самца от самочки? Видите, первая, вторая, это девочки. Третий, четвертый, пятый, это мальчики. У мальчика огромные такие щеки, рыжего цвета, плюс грузка черная и как термяшка, видите, термяшка. Это у самцов, пацанов. А девочки однотонные. То есть они могут быть белые, серые, коса с молоком, такого любого цвета, но это будет однотонные. Вот пятый мальчик, но он молоденький, у него только-только рисунок не вступает. Вот так отличается самец от самки, зебровая мальчика. Бывают еще мармазетки, это абсолютно белые, но там у самца все равно клюв более насыщенно красный. Я попробую развести этих птичек, получить от них потомство, посмотрим, что из этого выйдет. Он, по-моему, у одной мальчинки клювик немножко, то ли перерос, то ли надо будет подточить. Ну, это мы исправим, посмотрим на рынке, что я тебе особо не заметил. Вот, видите, я им здесь поставил кормушку, насыпал канарейского селя. Перед тем, как сегодня с утра, я бы сказал, я им положил вареное яичко, яичко вареного кусочек, они с удовольствием съели. Так что все хорошо. Вот, друзья, вот такая вот у меня обновочка. Птицы эти наступают полуозрелые, становятся с чистки месяцев, но в паровку лучше пускать более развитый усадь, который будет 8 месяцев, 9 месяцев, и так примерно лучше в паровку. Что касается воды, лучше, конечно, давать воду отстойную, но в приобретенной птице можно дать легкий раствор марганцовки или ромашки. Это все благотворно будет влиять на пищеварение. Еще так же я приобрел на ярмарке рыбок, рыбки породы губи. Домой приеду, покажу нормальным образом. Но про рыбок сделаю обзор отдельно попозже, потому что сейчас я их поместил в карантинный аквариум. Развел он там метиленовый синий для дезинфекции, ну, положено так. Сейчас они пройдут эту обработку. В синей воде плем, сейчас вы ничего не увидите, поэтому попозже обязательно будет видеообзор рыбок губи. Ну, и потом покажу, как я их буду разводить, содержать. Кому будет интересно, обращайтесь за рыбкой, за птичкой. Все, друзья, до скорой встречи. Всем хорошего настроения, удачи в разведении птичек, рыбок. До свидания.